всем привет еду из вест-вирджинии западной вирджинии филадельфию ехать мне 500 миль это примерно 750 километров выехал в 10 часов вечера буду примерно 56 утра накладка получилась по работе пришлось взять машину на прокат и еду филадельфию машину взяли на прокат новую семнадцатого года toyota corolla со всеми наворотиками пробега у машинки 23000 мало всего сейчас покажу от нечего делать внутренность машины покажу скучную дорогу из вест-вирджинии вот такая вот toyota королка изнутри коробка автомат спортивный режим не знаю сколько объем двигателя если честно явно не 16 вот единственная дорога у нас такая скучная единственное что мне не нравится это непонятный круиз-контроль включается какой-то вот там на табло видно режим экономии когда включаешь круиз-контроль включается режим экономии и когда в клуб как-то начинает с обычный круиз-контроль включаешь ставишь себе скорость как мне необходимо да тут в америке как бы без круиз-контроля машина это я вообще не знаю это нога отвалится тут все ездят на круизе потому что такие дороги в основном то есть ты просто тупо поставил ставишь скорость и едешь вот такая вот дорога будет просто в семье а он начинает в горку этот круиз-контроль начинает мне что-то там экономить топливо начинает там что-то сбавляет скорость что-то там экономить мне но мне это не нравится мне надо ехать нормально то есть поставил да там 75 майлов скорость и все и попер нет он начинает там на горочке сбрасывать до 60 это неинтересно а потом набирает не ну так машинка вообще хорошая пахнет вообще новым хотел бы поделиться своими впечатлениями небольшими по поводу штата в из вирджинии если вы планируете куда-то ехать это вряд ли сюда кто-то планирует но если вдруг что то знаете что тут просто жопа это самый худший штат я немного их тут видел но это самое худшее из того что я видел то есть да там Нью-Йорк кроме небоскребов смотреть не на что в принципе это просто большая помойка с крысами бегающими у тебя под ногами в метро с черными кварталами с этими бруклинами грязь этот брайтон бич помойка вот ну вест вирджиния это вообще отдельно разговор смысл в том что мы у нас был объект в горах но это город есть населенный пункт есть там городишко какой-то много домов ну во первых дома все убиты очень много домов брошенных все в каком-то запустении ну вот представьте себе да вот Америка когда ты едешь вокруг тебя как бы населенные пункты вроде бы дома да ну ты едешь и у тебя просто на протяжении там я не знаю по километражам не буду говорить но допустим там 20 минут вы едете у вас нет вообще никакой мобильной связи просто вообще никакой 30 минут вы едете у вас нет вообще никакой мобильной связи то есть вы не идете а там живут люди и причем у нас мы в машине едем у нас у троих ну три разных оператора в райзен не работает AT&T не работает какой-то там симпл я не знаю что это вообще у парня не работает не интернета не связи вообще ничего и мы едем ставить единственная вышка в округе самая большая вообще что я видел за все время это 420 фит вышка высотой и на и там стоит мы только туда приехали ставить оборудование первого и второго поколения то есть там стоит просто вообще фигня блин gsm там какой-то я не знаю там 2000 года наверное вот цены на все как бы низкие да там пачки сигарет 5 долларов там альбора стоит да там то есть магазин на заправку зашел на 7 долларов себе купил там 3 шоколадки херши с 2 бутылки пипси колы такие да там это все стоит всего на всего 7 долларов да там то есть если брать филадельфию да там то там пачка сигарет только 10 стоит а тут как бы 7 пачка сигарет там 5 долларов короче так цены дешевле ну наверное я подозреваю за счет этого все таки печально потому что блин маленькие налоги штата ну дороги ничего так более-менее и то как там где мы в этих горах это сейчас по трассе еду ничего там где мы были в этих горах там двухстороннее движение дороги так себе под убитые городишко где именно вот старый город как он там оказался в горах я даже название его не помню какой-то бивер там или какая-то мнение бивер какая-то хрень короче мы там и находились в районе чарлстон я не знаю это тот город который сейчас секунду круиз включу что-то я притормозил который фигурировал в романе унесенные ветром или это не тот ну называется чарлстон это еще более-менее город а туда вот дальше мы поехали там вечером приехали на заправку купить там себе что-то перекусить там ничего нету вообще то есть никаких там не волмартов там никаких торговых центров ничего нету самое крутое это у них там макдональдс и вот это мы приехали на заправку там это просто центр вселенной куда стекаются просто как зомби алкоголики блин просто мне такое ощущение сложилось это город алкашей блин короче говоря жопа блин не вся америка прекрасная и конечно далеко не прекрасная и самое интересное что мне вообще непонятно чем там люди живут тут много заколоченных домов много брошенных и непонятно вообще мне вообще в принципе постоянно в америке непонятно чем люди живут да там в тоже в том же самом агайя там еще как бы вот сейчас вот хлоп ни с того ни сего он начинает сбрасывать скорость с чего ты бросаешь скорость я тебе что говорил бросать скорость хлоп включается какой-то непонятный режим блин я не знаю я не понимаю что это за тойота такая что они так сделали она сама там контролирует всю фигню а мне это не надо зачем мне это мне надо грузовик обгонять у меня в этот момент отключается круиз и включается какая-то экономия чего-то там туристика короче вот что-то окна потеют надо это вот ну в плане единственное что я могу сказать в плане дорог в штатах да мне вот чем нравятся дороги в штатах что у нас в россии да вот когда даже по телефону разговариваешь там с кем-нибудь из наших вот я могу показать здесь в штатах не очень блин грузовик меня тут обгоняет куда ты несешься ты чё с ума сошел блин блин вот дебилы я могу показать в штатах и побитые дороги там и какие-то ямы могу показать особенно у нас в филадельфии да вот дороги неважные то есть вообще в штате пенсильвания как-то дороги так себе в районе у нас где в основной своей массе живут русские называется район норд-ист там дороги не ахти то есть у меня такое ощущение постоянно что я блин просто еду по россии блин там ямы есть хорошие блин там и все на свете но америка смысл в том что не асфальтовое покрытие имеет когда говорится в америке хорошие дороги имеется в виду не асфальтовое покрытие не только она развязки вот сами вот эти все артерии дорог то есть ты выйдешь из дома сядешь машину и какую любую точку вообще в америке ты себе можешь придумать и туда доедешь дома на машине тебе из машины даже не надо будет выходить чтобы я не знаю там ты может банкоматом подъезжать на машине в магазины подъезжать на машины там не только макдональдсы аптеки там ну все что хочешь ты можешь просто тупо сидеть в машине короче и получить все что тебе надо и доехать в любую точку америки все вот эти развязки артерии там все вот эти вот дела экзиты там это вот это вот очень удобно очень круто вообще ну я сейчас еду вот дорога идеальная просто покрытие хотя этого из вирджиния до помоечная ну нормально отлично днем еще доеду завтра днем мне машины вечером сдавать ну ничего особенного на чем у тойота королла и тойота королла ну просто в принципе покажу эту белую красавицу пока пока короче говоря я разобрался в новинках и в наворотах современного автомобилестроения я разобрался почему она сама по себе это не относится к режиму экономии это относится к режиму сейчас покажу какому то что она падает скорость сама и мне это было непонятно я разобрался здесь вот где значок он часики показывает зелененькие это круиз контроль нажимаешь и это просто вот выставляешь скорости машина идет и идет если там зажимаешь кнопку и появляется еще где часики появляется машинка и пишет что радар включен это короче я так понимаю что для езды в плотном потоке либо хорошо когда идешь в колонии например за машиной тебе надо за какой-то держаться вот выставляешь тот самый и он радаром читает радаром читает что ну короче говоря держит дистанцию за машиной то есть я выставляю эту машинку еду 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 вот по такой пустой дороге тут хлоп впереди меня машина и он перед машиной сбрасывает скорость этот режим и просто например грузовик впереди меня идет 60 мм надо сбрасывать скорость до ее скорости и все и начинаем сзади плестись на одной дистанции на одной и той же дистанции просто плетемся короче говоря это отличный режим для передвижения колонной короче если будет ехать несколько машин с таким режимом в колонии то они будут просто одинаково двигаться как бы в соотношении с первой машиной первая машина будет набирать скорость они ее будут догонять ну короче держаться в колонии еще прикольный режим разобрался а я продолжаю свой маршрут вот по такой скучной дороге главная задача на американской дороге особенно ночью это не заснуть от скуки обгонять некого камазы в лоб не летят движемся дальше еще одна полезная штука которую я вычислил случайно ставим короче фары на автомат я не знаю может для кого то это как бы нормально там у кого какие машины я там дома ездил на хундае акцентах там и на рано меган то есть вот ставлю поставлю и включаю дальний свет сейчас вот он не горит навстречу едут машины дальний свет не горит сейчас мы проедем хоп загорелся то есть очень удобно в том плане что едешь на дальнем да и тебе моргают постоянно ты там ну забыл там вот это тут дым всю дым тут дым всю дым надо постоянно перещелкивать здесь это происходит на автомате даже если машина далеко и едет на ближнем свете ну и водитель тебя моргает то соответственно дальний свет сам срабатывает на то чтобы выключаться это очень удобно и плюс сейчас вот оп выключился вот машины впереди причем я удивляюсь что это в принципе ну далеко машины реально далеко я не знаю посредством чего это происходит ну какие то датчики но какие то они очень чувствительные получаются и можно не заморачиваться просто едешь хоп выключился причем довольно далеко машина кайфу вообще ну не знаю я на автомате такого еще как бы потому что я не обращал внимание может быть может быть это давно так я не знаю я ездил на разных машинах да там где светом автоматом понятно что он там заезжает в туннель сам включает свет ну как бы такое это давнее давно да а вот по поводу дальнего света чего то как то я не сталкивался или не обращал внимание вот еще хочу разобраться тут прикольные штуки есть вот здесь вот на руле где у нас руль ну сейчас поворот ну сейчас темно вот они тут какие то вспомогательные какие то моменты вот нижние две кнопки вспомогательные моменты я так больно при парковке я не удивлюсь кстати если это будет какая нибудь автоматическая парковка завтра буду пробовать что это такое ну не знаю мне кажется здесь вот эти навороты все свежие довольно таки потому что я как то ну такие мелочи но приятно еще что мне нравится что сделана так дорога что если это поворот то дорога загибается по повороту то есть как бы не просто да вот сделан поворот она еще как бы раз так и загнута как на треке срабатываются эти дальний свет и вот машина впереди задом едет ко мне тоже вот и дороги загинаются как на треке вот пожалуйста сейчас вот я не знаю на камере видно или нет вот она загнулась то есть тебе легче поворачивать то есть тебе легче поворачивать причем это везде ну я не знаю там где я езжу Огайо да там вот Масачудзе там трассы выполнены в таком варианте если резкий поворот то дорога загнута как трек что способствует как бы чтобы ты не вылетел с дороги ну ладно что-нибудь если новое найду на этом чудо автомобиле еще еще кусочек сниму пока еду слушаю басту Вася Вакуленко привет тебе Ростов милый город родной родной вот такой поворотец крутой вот такой поворотец крутой на дорогах в штатах особенно это было летом сильно это первое время непонятно пока не скажет кто-нибудь короче вот едешь по трассе да и просто периодически случается вонь это скунцы я не знаю я их сбитых на дорогах периодически видишь там каких-нибудь оленей там вот скунц ну по этих самых с белой полосой на спине такие барсуки какие-то бывают может быть это скунцы и есть я не знаю ну короче говоря смысл не в этом смысл в том что вот ты едешь и они я не знаю или бегают по дорогам пердят или что они делают или где-то рядом периодически раз и запах такой скунца я не скажу что он сильно мерзкий но он неприятный и он очень едкий ты проехал вот в этом грубо говоря запахи да там не знаю в облаке и в машине еще блин там минут десять будет запах этот стоять причем он очень похож на запах местной марихуаны то есть у меня было дело я уже знал как воняет скунс ну мы уже ездили вот я потом поехал в нью-йорк ну погулять и иду по нью-йорку и чувствую блин скунцам воняет что за фигня раз воняет скунцам два воняет скунцам три воняет скунцам я думаю блин да откуда тут в нью-йорке скунцы блин а это и тут до меня доходит что просто черные ходят по улицам просто с косяками марихуаны никто не прячется и просто я иду в очередной раз иду и просто бум в меня впереди меня идет с косяком дымом облако я в облако попал в его я до меня доходит что это не не скунца а марихуана вот здесь ну а не сказать что запах такой же то есть здесь марихуана пахнет вкусно жирный такой запах такой хороший такой но просто есть такой оттенок как вот и пердешь скунцам блин своеобразно но пока все про скунцев ха-ха-ха